Водитель не очень говорит по-русски, так что фиг его знает, куда едем, пока что точно. Зато ништяк тут вот, как в купле. Остановились вот по пищейку, вторую машину, еле-еле едем, не знаю, как это, 10, наверное, проехать за час. Все отлично, едем, кстати, в Шачи, у нас там родители, не знаю, мы еще куда-нибудь палаткой заедем, останавливаемся, там будет ничего, там будет красивый лист, а вон горы уже, где начинает красота. У меня такой отпечаток, как палит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так вот, едешь-едешь несколько часов на КамАЗах в самую жару и никуда не двигаешься практически. Едешь в Шакии и не доезжаешь. Нас вот подобрали, не знаю, где мы находимся. В какой-то деревушке 150... Да, 100 километров от Шакии. 150 домов, да, тут всего лишь. Все-всех знают. Вот, нас пригласили в гости, сейчас накормили, уложили, включили нам кондиционер. А то мы, да, все западлись на улице, не знаю, 37-40 градусов. Вот. Короче, все ништяк. Завтра поедем в Шакии уже тогда. Пока отдыхаем. Пока отдыхаем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Йоу, мы в Сути. Доехали с одной машиной. Плачал очень быстро. Тут круто. Дошли в школу сразу. Посидеть. И посмотреть, куда там, что нам идти. Дали позвонить, вышел нам там директор. Пообщались немножко. Перейдем на... Чуть больше 3-х километров идти. Ну ничего, посмотрим город. На такси тратится не стали. Тут красота. Все, пришли мы. Такой вот видок у нас тут из окна. И нас тут вот оставили пока что одних. Он ушел на работу. Чувачок. Тут Урал. Вот я вам сейчас по-быстренькому пока покажу, что тут и как. Такая вот наша тут комнатка. Тут 3-кратия. Наверное, тут сам тоже будет с нами спать. Тут второй, кстати, этаж. Вот мариночка. Тут закрыта дверь. Тут закрыта. Тут закрыта. Тут такой док прикольный из окна. Вот. И все. Кондер есть. Сейчас отключили свет. Поэтому ни хрена ничего не работает. Тут уже прохладнее, кстати. Так что мы радуемся. Тут вход. Там сад прикольный. Попозже, наверное, пойдем сходим. Посмотрим, что там. Вот. Тут. Темно. Вон. Туалет. Душ. Умывальник. Там, не знаю, ничего не видно, наверное. Стиралка. Вот это самая прикольная комната. Где ничего нету. Вот тут кухня такая прикольная. Тоже сюда ништяк. Правда, воды тоже нету. Потому что, не знаю, нагревалка, наверное, работает от электричества. Вот. И мы немножко себе приготовили покушать. А тут типа гостиная, наверное, не знаю. Там телек. Вот мы сейчас будем тут немножко кушать. Потом мы же пойдем прогуляемся. Там жарко, наверное. Там яблочки растут. Вот. Короче, все ништяк. У нас оставили одних. Но тут мы уже, кстати, не удивляемся. Если в России я удивлялся, такое было нечасто, то тут практически все так делают. Поэтому мы уже особо не удивляемся. Сейчас пойдем гулять по городу. Тут есть какая-то крепость Ханов. Ханов, да? Которая называется сарай. И она сделана без единого гвоздя. Посмотрим, что там. Вот. И еще заодно пройдем там. Ну, тут что-то особо ничего нет. Пройдем через стадион и еще какой-то парк. Через весь город, считай, короче. Там идти 4 километра. По нашему маршрут, наверное, километров 5 получается. На улице все еще жарко. Зато мы искупались, поели, отдохнули и пойдем, короче, сейчас. КОНЕЦ КОНЕЦ Как же тут пахнет туризмом. Вы только посмотрите, сколько тут народа. Внутрь, конечно, мы не пойдем. Тут поход группами. И, скорее всего, стоит денег все. Каждый маленький музей. Так что пошли в жопу. Мы так просто походим. И нам нормально будет. Вот это ништяк. Вот это нам нравится. Все бесплатно. Смотрите, какой вид. Обалденно. Шекеет маленький, но очень красивый старинный городок. С ярко выраженным туристическим центром. И вот таким вот. Вот такой вот остальной нетуристической части. Мы за несколько часов обошли его пешком. Так что... Он очень маленький. И... Ну, тут все равно ездят автобусы. Вот. Но он еще очень гористый. И, конечно, очень красивый. Вон там, вон. Супер прям пейзажи. Вот. Мы идем домой, короче. Завтра, скорее всего, поедем уже дальше, в Грузию. Откуда мы приехали? Мичкури. Мич... Мичуринск. Мичуринск. Мичуринск, да. Наконец. Живем тамбове. Все нравится. Да. Живет ты? Живет тамбове. А, живем... Тамбове. Тамбове. Живет тамбове. Welcome. Welcome. Спасибо большое. Спасибо, хорошего. Да, спасибо. Если будем приезжать, обязательно заедем еще к вам. Классно вообще. Спасибо. Спасибо. Счастливо. Да. Я тоже. Спасибо. Пошли. Спасибо тебе. Пока. Спасибо, пока. Пока. Все, друзья. Все, мы погнали, да, на трассу. Спасибо. Да, спасибо. Обязательно. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Да, до свидания. Здоровья вам. Классный дом у вас. У вас уже. И магазин. Да, классный. Понравилось. Да, спасибо. До свидания. Йоу, все, мы погнали. Погнали в Грузию. Последние шажки по Азербайджану. Осталось там 100 километров, где-то до границы. Ну, все, будет Грузия. Вообще, не знаем, куда едем. У нас особо что-то нет в списке пока что. Точный. Но, наверное, все-таки все равно поедем в Мурнеуле. Вроде там чувак сказал, что разберется со всем. Что придумает что-нибудь. Вот эти ребята проют на саду и пригласили в кафешечку. И притящили вот кучу одни. Не знаю, как ее брать сейчас. Друзья. Нет, друзья. Все уважают. Все в Руссии. Нет, друзья. Нет, друзья. Я все-все-все-все. Классно. Я уважаю все русские. И это... ну-то. И это рука моя. Что сказать? Ну что, что мы... Я уважаю... Ну, да, я уважаю... Ну, да, я уважаю все русские. И... Все. Я уважаю русские. Да, классно. Да. Я уважаю русские. Я уже 10 лет в Англии. Намасэблиц. Я буду там. О, если что-то нужно... Что-то надо... Ну, в любое время. Конечно. Умин есть. Да, шумахер. Шумахер. Да, все знают. Микор... КОНЕЦ. Это... Микор. 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 Поехали первый ураган, дождь с грабом был. Вот сейчас чуть-чуть, чуть-чуть отъехали, уже все сухо. Четыре машины, мы вот на границе друзей, сейчас пойдем пересекать, закончится интернет. Да, пока Азербайджан вон там сзади, бросался позади. Одни таксисты залпали, но последний подвез у нас бесплатно. У нас почему-то не хотят выпускать из страны. Говорят, ехать обратно, где мы сегодня были в шики. И заходить в какую-то миграционную фигню, чтобы там что-то сделать. Но мы отказываемся делать, потому что нас никто не предупреждал на о чем. Мы сейчас ждем начальство, сидим. Там вот тот мужик нас не пускает. В общем, просидели там несколько часов. Позвали всех начальник. В итоге ничего не остается, какие-то шики назад, идти в миграционную службу. Посмотрим сейчас, что нам там скажут. Походу нам светит депортация. Увидим. Вот нам поймали тут машину, которая туда есть. У меня даже знакомые там есть. Но в миграционной выкрывается шесть. Осталось поставить добавить. Но осталось, что не успеть сегодня. Смотрите, как круто. Мы поднимались по тем ступенчикам, непонятно куда ведущим. И они привели нас вот сюда. Только тут ничего нет, никого нет. Все заброшены. Но прикольно. Круто вид. В принципе, можно даже было пожить на самом деле. Немного. Но там все засрано. Там было куча коров. Даже интересно, кто тут жил. Тут вон повсюду. Беседки, столы с лавочками. Там труба водопроводная. А вон там, походу. Еще один дом. Не знаю, что это такое. Какое-то такое маленькое помещение. И тропа все еще ведет вверх и вверх. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, дорога чуть-чуть повеляла вокруг там скалы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И привела нас обратно на обычную дорогу. Отстой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, и мы сидели-сидели, решили прогуляться до соседней деревни, там через реку. Вот, и короче опять вот эта еще одна тропа ведет вот по ходу к тому сараю. Команда энтузиастов в экспедиционный поход готова. В порядке номеров рассчитайся. Первый. Второй. Что там дальше? Вольно? Расслабились? А, нет, идем, маршируем. Не-не, маршируем. Раз, два, раз, два, левый, левый, раз, два, три, левый, левый, раз, два, три. Песню. Песню запевай. Выходила на берег Катюша. На высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила. Блин, я забыл. Вот сюда привела нас, короче дорожка. Тут прикольный вид, но походу это пик. В темнеете, сходим наверно назад до вершины, еще до хрена. И поэтому туда, мне кажется, вообще нельзя попасть. Поэтому хрен с ней. Завтра пойдем. Вон туда. Куда же он делся? В другую сторону. Вон там же не жида. Завтра ходит. В темне зали. Вдох, спits. Очень веселая Новая киловая. Ну вы сами все видели, это был наш первый, как это называется, первый кузов наш за все путешествие, ну вообще за все время, я прям сейчас ждал его, этот машин проезжал наверх, когда мы шли, я прям так и думал, что сегодня, сегодня что-то будет такое. Вот так мало того, что в кузове, еще мы неслись вниз, на каком-то вообще, не знаю, ЗИЛ это или УАЗик, да еще и по стремной дороге, не к такой гладкой, как везде вот здесь, это было круто, реально круто. Йоу, сегодня понедельник, это значит, что мы идем сейчас в миграционную службу, разбираться с нашими проблемами или не с нашими, с их проблемами, вот. Ну, вчера еще, кстати, отправили все онлайн там на почту, так что, может быть, мы даже зря идем, но уведомления обычно приходят там в течение 3-4 дней, поэтому не хотим ждать. И сейчас все узнаем. Идти 7 километров через вообще весь город, от края до края прям. Пока идем, пришла такая прикольная мысль, точнее, небольшое замечание, не знаю, в наше будни, то, что мы сейчас отойдем без рюкзаков, вообще, короче, наличие рюкзаков у нас за стеной. С одной стороны, ты их тащишь, тебе тяжело, но тебе просто все улыбаются, там бибикают, зовут, что-то спрашивают, фотографируются, то есть вообще огромнейшие оказывают, как это называется, блин, слов забыл. Внимание. Оказывают большое внимание. А когда ты идешь без рюкзаков, тебе легко, просто, но взгляды на тебя какие-то все косые и, скорее всего, даже недоброжелательные. Поэтому нам не очень даже нравится, если честно, отношение сейчас вот у людей. Вот такие дела. Типа сейчас, наверное, все думают, что мы обычные туристы, мы же все равно похожи на туристов. И типа у нас есть деньги, нам, наверное, хотят все что-нибудь втюхать. А когда мы идем с рюкзаками, то, скорее всего, мы похожи больше на, не знаю, каких-то странников, наверное, у которых нет денег. Мы живем в палатке и нуждаемся в чьей-либо помощи. Тут мы на кроционке. Все ели не сюда дошли, сейчас нас заболевали в Спартане, фикозные тут ушли. Ну, разбираются, что я не знаю. Вот сзади нас, здание миграционной службы. Короче, такие дела. Мы сейчас пришли уже, конечно, не успели. Уже 6 часов, все закрыто. Но в итоге нам сказали, короче, что мы просрочили и платить штрафы или депортируют. Ну, короче, нас завтра депортируют. Но это ничего страшного. Поэтому мы все равно завтра поедем дальше в Грузию. Но придется опять килограмм 7 километров сюда перейти. Вот это вообще отстойно. Тут он даже коровы зато рядом бегает. Азербайджан вообще первая сторона, в которой я вот так целенаправленно приехал путешествовать. И сразу депортация. А вообще правительство, походу, не очень хочет видеть здесь туристов. Непонятны какие-то правила. Ты можешь приезжать сюда, по идее, на 90 дней. Но в течение 10 дней первых тебе нужно сделать регистрацию. Но тебя об этом никто не предупреждает. Ты должен это знать сам. Дальше. Если ты не делаешь эту регистрацию, то тебе приписывают какие-то баснословные штрафы. От 300 до 400 монат. Которых, конечно же, таких бродяг, как мы, нет. Если ты не хочешь платить здесь штраф, то ты можешь просто в течение 48 часов отсюда депортироваться. В любую собственную сторону. Не знаю. Судите сами. Йоу. У нас второй заход в миграционную службу. Теперь мы только-то уже наверняка идем за депортационным листом. Сегодня звонили в Баку. Ничего там толком не сказали. Но вчера я прочитал. Нас вроде приглашали для выяснения всяких наших вопросов. Мы, конечно, что не поедем. А вот сейчас идем. Завтра поедем уже дальше в Грузию. Депортируемся в Грузию. Подходим к заветной тане. В грационке. Наконец-то. Че, погнали получать приговор? Погнали. Заветные листочки получили. Очень долго сидели там и ждали, пока нам все там напишут, выдадутся. Вот. Короче, нам 48 часов дали, чтобы выехать. А вообще депортация на один год вместо пяти, как мы думали. Так что вообще ништяк. Причем можно въезжать по приглашению, но штраф все равно, по-моему, надо платить, как нам сказали. Так что пока Азербайджан на год. Ну, точнее завтра. Причем. 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 Так что. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!